Люди, которые платят податки, дети, которые в эти деньги не дошли, заплатили из своих карманов за госпредприятие 120 миллиардов рублей. О чем это говорит? Сколько лет может Украина их сохранить? Вот говорим, вот прибортовый завод, ну я не знаю, сельское хозяйство это и стоит. Конечно, хочется, но где доходы государства? Мы говорим, государственная собственность. А государство, это не люди? Почему люди должны за это платить? Государственная собственность, которая не работает на людей, наоборот, забирает последние гроши у людей, каким образом она может оставаться в этом состоянии? Поэтому я думаю, что подход, к сожалению, государство не смогло обеспечить Украине, чтобы государственное предприятие приносило доход. Поэтому остается только антиметр, опробован в мире, чтобы реально у собственника был интерес, чтобы он приносил доход. И по Одесской области мы будем делать данный поход вместе с администрацией. Пять первых хозяйств уже готовы на передачу в конкурс имущества. Готовят двумя разгрузками. Двадцать разгрузок надо. Емкости надо минимум сто, двести, триста тысяч. Я понимаю, что экономить? Поставил маслобойку, и вы там работники сельского хозяйства мало того, что вырастили, мало того, что и стойте по дням и ночам по десять суток. Абсолютно правильно. А мы сегодня на вашем руле, это же можно решить. Не надо инвестору сказать, парень, ты построишь еще. Мало того еще, зачем государство, вот я поднимаю вопрос, тратить такие колоссальные деньги на элеваторы и тому подобное, которые сегодня обдирают сельхозпроизводитель. Вот здесь надо хранить. Он заготавливает, перерабатывает двести тысяч. Вот сто тысяч хранения, и бесплатное, как мы сделали в Измаиле, и перерабатывает. И нет очереди, и нет ничего. Абсолютно право, и мы должны создавать им продукты. Второй вопрос. Насчет госпредприятия. Вы будете приватизировать эти госпредприятия 3, 5 и 10 лет. Я уже предлагал госпредприятия, особенно академию, разгоните тут. И сегодня в Беляевском районе 4 тысячи гектар земли гуляет. Говорю, дай обрабатывать, но он не может дать обрабатывать. Который должен быть в кабинете, просто разобраться. Я считаю, что у каждого гектара земли должна быть фамилия, призвающая, имя по-батью. Понимаете? Понимание, что где-то как-то она должна. Мы понимаем, что реакция вам, вам, вам и вам. Вы договора сделаете на 5-10 лет и будете спокойно арендовать у людей. Чем когда есть госчиновник мелкий. Знаете, у меня есть куча примеров. У меня есть 200 компаний, которые не банкротятся уже много лет. А знаете почему? Потому что у них есть 5-10-100 гектаров земли, где мелкие чиновники схватились за них. Это 400 автомобилей на сегодня, которые стоят в очереди и сутками сидят в машинах. Это ни гигиены там нет, ни порядка, ничего. Значит, конкретно по южному, сейчас он ответит, сейчас секундочку. В принципе, то есть решается вопрос точечно, это по южному, но нужно решать вопрос структурно, системно. Системно мы с Алексеем Михайловичем договорились, между нашим министерством мы сделаем приказ, который обяжет все элеваторы портовые иметь площадки. Мы сделаем расчет по величине этих площадок, где будет отстой для автомобилей, где будут человеческие условия, где будет туалет, где будет вода, где можно будет людям нормально находиться, в случае, если задержки исполняются. По поводу южного конкретно, сейчас вы получите ответ от местного руководства. По поводу южного, ну, я представитель завода, компании «Олсис», но проблема заключается не только в том, что машины на них и ставят. Проблема в том, что на рынке той услуги, которую вы говорите, у девочек здесь стоят. Есть монополизм. На самом деле здесь только два элеватора портов. Если бы это был мой элеватор, наверное, тоже быть такой очередью, я тоже подрал бы три шкуры из этих колхозников, и они стояли бы тут не один день. Если бы было здесь три, четыре, пять элеваторов, очереди бы не было. А так как монополизм здесь находится, никого больше не пускается, это два элеватора, все, вы будете стоять вот еще десятки. Мы обратились... А кто этот марбург? Ну, это в компании, которая находится, в которой вот оборудование зерно. У них здесь две компании. Ну, мы к тому же самому подходим, что нам нужно новым причалом. Нам нужна... Земля есть, инвестор готов оборудовать причалы. Что касается, я с удовольствием разговариваю, там целый ряд других проблем. Там это основные трассы, сейчас туристический поток. Там, где на трассах эти стоят машины, машины не могут проехать на отдых. То есть, за счет этой люди действительно мучаются. В других странах такая ситуация. Еще люди здесь очень терпливые. Давно был бы бунт. Перекрытие дороги, еще все-таки продолжаются. Я поражаюсь терпением этих людей. Я очень много езжу по этой дороге. Я совершенно разделяю, что надо отстойить. То это надо было раньше придумать. Неужели каждый год тоже надо? Ничего не поможет. В августе будет уже эта площадка. Будет уже? Да, уже делается. Но это уже, к сожалению, очень много времени платит. Спасибо за вопрос. Ярмоленко Олег Борисович, представитель Союза винограда и винодела Фоматоров Одесской области. Вот про вас мы и говорили. Да, только что. Ухода рынка, или там, как вы сказали, то налоговая база гораздо шуше. Неужели непонятно? То есть, на самом деле, я никогда не понимаю, что элит, или там. Я не знаю, кто эти вопросы решает. Тут люди из Центрального правительства. Неужели это непонятно? Там ерунда, когда они ссылаются на МВФ. Но не можно МВФ советовать убить целую отрасль вот так.